Патрулировать и Радищевский район начали с небольшого поселка Октябрьский, где есть свой 25-метровый бассейн «Феникс». Причем посещение бассейна бесплатное. Прославленный ульяновский плавец Сергей Прохоров, приехав сюда с мастер-классом, после первых же смотря на ребят, был приятно удивлен и доволен. Ну что, умеем немножко. Умей, да, я. Бывай, да, ожидай лучше вам. На воде Прохоров сразу же выделено несколько ребят, среди которых была, например, Диана Ахтямова, здорово проплывшая на спине. Похвалил именитый плавец и сам бассейн. Ну, примерно обучению плаванию здесь обучать можно, нужно. Вот, мы пока не говорим, естественно, о соревнованиях более высокого ранга. Для детей, для взрослых, обучение, физкультура, все присутствует. Долгий год с детьми в бассейне занимался известный ульяновский специалист Михаил Ловыгин, который сейчас своих учеников передал своему тезке, Михаилу Ломанову. В первенстве области мы пока не участвовали, пока как бы готовимся. Там все-таки категория уже более сильная, от третьего взрослого. Но, думаю, что в дальнейшем, в любом случае, мы там будем показывать свои результаты. Область нас ждите. Если плавцы пока только мечтают о больших победах, то двум другим, базовым видом спорта в Радищево, дзюдо и букс уже есть чем похвалиться. У нас боксер, который занимается всего лишь три года по меркам. Он у нас выступал за команду Ульяновской области, ездил на ПФО, выступал. Но, к сожалению, он в финале уступил. 14-летний Нурлан Исмаилов тренируется у Владимира Левина. Тренер-энтузиаст живет в соседней Сызрани, приезжая в Радищево преподавать мальчишкам азы бокса. Правда, сложности у боксеров хватает. У них пока нет собственного ринга. Зато у дзюдоистов есть и свой зал, и татами, и тренер. Да еще какой заслуженный тренер стороны Александр Гусев. Коренной житель Радищево долгие годы жил в Кургане, где вырастил чемпиона мира Николай Ажогина. В 1995 году Гусев вернулся в родной край, где продолжает влюблять ребят в дзюдо. Из последних достижений Даниил Мельников и Александр Кулагин, которые уже защищают Света Ульяновской области, переехав в областной центр. Надо, чтобы в городе воспитывать. Дело в том, что у меня не хватает здесь по весу, по возрасту. Все. Я вот стараюсь их до 9 класса и быстро в училище. То есть технику и физкультуру. Футбол в Радищево не является базовым, но этот вид спорта здесь в приоритете. На новенькой спортплощадке с искусственным газоном мастер-класс ребятам провел руководитель региональной федерации футбола Рина Таитов. Экс-игрок и тренер Волги получил массу впечатлений от тренировок с детьми и пригласил Радищевцев, у которых все три футбольных тренера-совместители, повышать свой уровень. На следующий год мы организовывать будем от Российского футбольного союза семинары по обучению, например, тренерских лицензий категории «С». Так что имейте в виду, мы будем просить, чтобы от вашего района тоже заявлялись и обучались. Селу нужны тренерские кадры. Спортсменам Радищевского района, которые уже доказали, что способны показывать результат, необходим хотя бы малобюджетный ФОК. Мы работаем на благо наших детей, на благо наших жителей нашего района, в целом Кулианской области. И приятно видеть, что ребята вовлечены в это действие. Радищевцам повезло с главой района, который любит спорт и переживает за здоровье своих жителей. Но нельзя стать хорошим боксером, не имея для тренировок ринга. Или волейболистом, играя только в школьном зале. Им нужен ФОК.